Открываем парники в первый раз за две недели. Вот такие мы ленивые в этом году. На самом деле не мы ленивые, а были такие обстоятельства, что раньше и не могли. Здесь у нас кабачки и огурцы. Мы сами не знали как оно будет. Кабачки двух сортов. И тут огурчики. Такой рядок. Хорошо. Зашли неплохо. Здесь у нас помидоры, матат. Сейчас мы посмотрим как и что. Все, отодвинул-ка? Да. Тянем, да? Да. Сперва спонбонд. Как ветер, аккуратненько. Продолжаем сериал о безрассадном выращивании теплолюбивых растений. В этом видео мы открываем парники нашей конструкции, в которой две недели назад сеяли, помимо огурцов, кабачков и батата, также и помидоры. Для полностью безрассадного и без пикировочного выращивания. Сначала по холоду в закрытом грунте под пленкой, а как потеплеет и полностью в открытом грунте. И покажем. Полив сходов помидоров дождеванием сифонным методом без насоса. Ого. Да, она лупит, глянь. Да, да, да. Прореживание и пересадку растений в проплешины. Вытягиваем аккуратненько. И сразу на место. Мне этот способ больше нравится, чем просто рассада. Если что, как делали парник после снежного апокалипсиса, в условиях без электричества и как установили парник на грядку, а также посев томатов в парники, мы уже показывали в предыдущих сериях. Покажем, как мы поливаем дождеванием огород и без насоса и без электричества. Перепад по вертикали от края бассейна вот до огорода у нас где-то полтора-два метра здесь. Так, это у нас будет грузик для конца шланга. Ну что, тонет? Тонет. Легко. Ну и самая главная часть полива сифонным методом это подсос. Как говорится, не подсосёшь, не польёшь. О! Уже? Умеешь. Слышно? Да, слышно. Чуть-чуть соснул уже, это уже так толкает. Да, да, да. Слышно как шипит? Да, да. Сейчас пойдёт. Ой, блин, облились. Веселуха. Веселуха. Мокрые штаны. Вот идёт вода. Ну что, включаем. Ого! Да, она лупит, глянь. Да, да, да. На два метра, наверное, или на полтора, да? Ну да, на полтора лупит. Ну с леечкой же не сравнить, правильно? Нет, конечно. В этот раз у нас посажены здесь помидоры. Пробуем безрассадный вариант. Ну вот у нас сразу гнёзда посеяно. Не сказать, что прям слишком хорошо взошло, но между тем почти все гнёзда целуют, например, есть. Нет, прям хорошо. Чисто некоторые отдельные плохо. А так вот сколько посеяли, столько взошло. Да. Где-то, где если пустые гнёзда, всё равно... Да, с запасом. Да, запас на подсадку будет. Поэтому проблемы нету. Достаточно. Тут, к примеру, мало. Два-три взошло всего. А почему так решили? Потому что всё равно мы, даже когда в грунт высаживаем рассаду, потом бегаем, накрываем заморозки постоянно. А тут мы сразу посеяли, и у нас готово к накрытию во время заморозков. То есть волноваться не нужно. Всё равно у нас потом морозить будет, и после того, как мы высадим, поэтому сразу парник, сразу дуги поставили. Решили облегчить себе жизнь. Да. Ну и опять же, примерно неделя где-то времени получается меньше, вот пока растение пересаживается, принимается. У нас на неделю раньше это дело будет. Ну вот эти вот гнёзда нам сейчас и надо полить здесь. Так, если со стороны смотреть, даже видно, что ряд прям идёт. Ну а так, да, отдельные гнёзда. Вот раз, 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 раз. Тут у нас палочки сорта разделяют. В общем-то взошло довольно хорошо. Не стопроцентно, но гнёзда все живы. Учитывая, Жек, что мы посеяли, полили, накрыли и вернулись сюда через две недели. Да. Всё. Это очень нам сэкономило силы. Такого ленивого выращивания рассады мы ещё никогда. Ну не рассада, а вообще растений. Ну да, да, растений. Это редкость. Растений безрассадно. Да. За это время вокруг парников дожди несколько дней шли. Поэтому мы не могли выбраться поливать парники. Да. Да, 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 да. Ну а в парниках всё-таки суховатая земля. Вот она. Ну да, да. Здесь вот. Ну здесь, правда, не поливали, но видно вот насколько она просохла. Это вот всё такое сыпется. Зато морковка вышла. Хорошая погода была. Да, да. Морковка, там горох. Здесь уже морковку. Горох, в общем-то, видно. Там тоже без парников. Ну и сегодня нам надо полить вот именно парники. В общем-то. А там вчера ещё шёл дождь и даже сегодня капал. Да. Наша большой поливалка из бутылки и именно мощным насосом. Проблема была бы в чём. Поскольку не вся площадь вот здесь, всего два ряда. Сами ряды у нас видно, замульсированы. А здесь нет. Если большим потоком поливать, вот это всё потом рыхлить придётся. Корка будет. Нам это не надо. Мы польём именно там вот, где замульсировано, где ряд просто. И всё. Включаем полив. И начинается полив. Вблизи достаточно хорошо видно, что за время нашего двухнедельного отсутствия томаты в полностью закрытых парниках, под плёнкой и спонбондом не только дружно взошли, но и заметно подросли. Самые первые листья, то есть семидоли, не настоящие листья, явно в раскрытом состоянии уже не первый день. И успели заметно подрасти, несмотря на длительное отсутствие полива. По нашему опыту, семидоли сейчас раза в два-три больше, чем бывает у всходов сразу после выхода из земли. Когда семидоли стебли примерно одной толщины ширины. Достаточно хорошо видно, как ростки выбираются из земли. Например, ещё сегодня листья в земле были, буквально с полчаса-час прошёл, уже выбрались. Поливаем, проходя дождеванием по рядам, в несколько заходов. Таким образом, чтобы вода успевала впитываться именно в замульчированной органикой ряды. И не стекала из грядки на тропинке или в рыхлую землю между рядья. Таким образом, получается влить довольно большой объём воды через весьма узкие замульчированные участки почвы. И насытить землю водой на всю глубину, где сейчас есть корни томатов, именно напротив рядов. Нам ведь нужно, чтобы корни росли не только в поверхностном слое почвы, но и росли сразу в глубину. Кстати, один из способов стимуляции роста корней в глубину, заключается в обильных, но достаточно редких поливах. Чтобы поверхностный слой почвы оставался сухим. Тогда растения стараются добраться корнями до воды в более глубоких слоях почвы. Такие растения становятся более устойчивы и к засухе, и к высоким температурам почвы и воздуха. Потому что в глубине почва более прохладная, нежели на поверхности. Если большая часть корневой системы находится именно в прохладной глубине, корни развиваются, растут, активно качают воду. И обеспечивают охлаждение и надземной части растений. За счёт интенсивного испарения перекачиваемой воды через листья. В отличие от растений, у которых есть только поверхностные корни. И которые могут засохнуть даже при обилии воды. Попросту из-за того, что корни не способны работать нормально в горячей почве. Ну и всё, парники политы и накрыты. Пусть растения растут. Всё замечательно. 25 апреля. Дождик идёт практически каждый день. Можно сказать, что весь апрель. Иногда перерывы там редкие. Сейчас уже 3 мая. Преимущественно ясная погода, чистое небо. И хотя днём на солнце тепло, но ночью холодно, вплоть до заморозков. Поэтому на ночь парники дополнительно укрываем спанбондом. И по утрам спанбонд удаляем. И также в обязательном порядке по утрам открываем торцевые края парников для проветривания. Чтобы лежащая на растениях роса успевала высохнуть до сильного дневного повышения температуры внутри парников. Поскольку в солнечную погоду температура в закрытых парниках под полиэтиленовой плёнкой может быть и выше плюс 50 градусов. А избыток влаги на листьях опасен и заражением грибными заболеваниями. Возможен и перегрев растений вплоть до появления тепловых ожогов на листьях. Потому что теплопроводность воды в 27 раз выше, чем у воздуха. Сухие растения могут выдержать даже температуру воздуха на уровне температур сворачивания растительного белка. То есть около плюс 50 градусов Цельсия. Потому что температура самих растений ниже температуры воздуха. А вот с каплями на листьях в закрытых парниках растения при плюс 50 градусах Цельсия почти гарантированно получают тепловые ожоги в местах, где капли воды касаются листьев. Потому что в закрытых парниках воздух слишком влажный. Вода не испаряется и нагревается на листьях до температуры воздуха и обжигает растения. Проветривание и уменьшает температуру воздуха внутри парника и удаляет воду с листьев. Это профилактика грибных заболеваний и перегрева растений. Кстати в этот же день мы посадили и картофель. Земля уже достаточно прогревается за день на глубину посадки. Несмотря на холодные ночи, днем солнечно, тепло и почва в глубине не успевает за ночь остывать ниже температуры прорастания картофеля. Если солнечно, мы проветриваем парники почти весь день. А ближе к вечеру за 2-3 часа до захода солнца, когда в парниках уже не жарко, даже в закрытом виде, прекращаем проветривание и снова герметизируем парники, чтобы они успели накопить достаточно тепла, чтобы хорошо нагрелись воздух и почва внутри парников, чтобы как можно дольше сохранялось тепло во время ночных похолоданий. Явно, судя по тому, как прохладно сейчас вечером, обещаются снова заморозки, возможно даже сильные, поэтому дополнительно накрываем парничочки спанбондом. Мы специально не накрываем парники спанбондом, сразу одновременно с прекращением проветривания, потому что полиэтиленовая пленка парников гораздо лучше спанбонда пропускает солнечный свет, и теплый воздух из-под полиэтиленовой пленки не выдувается ветром. Дело 2 секунд, когда все готово, процесс весна прост. Поэтому парники нагреваются вечером под пленкой заметно сильнее, нежели если бы мы сразу накрыли их и спанбондом. Спустя полторы недели, 11 мая, вечер, уже темно, время ближе к полуночи, и мы укрываем парники спанбондом в ожидании заморозков. Более ранним вечером не накрыли, потому что день и вечер были теплые, но в нашей местности погода может меняться очень резко, и часто бывают суточные перепады температур в диапазоне больше 30 градусов. Например, днем может быть плюс 25 градусов тепла, а ночью минус 10 градусов мороза. За треть века мы привыкли к таким изменениям, поэтому стараемся контролировать ситуацию, чтобы не потерять за один день труд, вложенный в течение нескольких месяцев. Ну что, пока накрыли уже почти 0 градусов, да? А это всего 11 вечера, так что не зря накрываем явно. Хух, холодильник. Ну-ка, дыхни. Что-то у тебя пара нет. Вообще, на самом деле, уже есть места и пониже нуля на участке, потому что спанбонд раскатывали, местами уже слои смерзлись. Так что где-то там в середине участка уже и мороз, хотя еще 12 ночи нет. С вечера не укрывали, потому что показалось, что довольно тепло, но потом резко разъяснилось. Ну и все, как обычно, беда такая. А 12 мая утром после мороза все как обычно. Опять убираем спанбонд и приоткрываем, проветриваем парники на день. Несмотря на то, что по ночам температура в парниках гораздо ниже температур, при которых томаты могут расти, дневного прогревания воздуха и почвы вполне хватает, чтобы помидоры довольно быстро увеличивались в размерах. 7 апреля мы посеяли эти томаты сухими семенами, даже без замачивания. А на 12 мая у них, помимо семидольных листиков, уже явно растут 4-й, 5-й, а местами и 6-й настоящие листья. А во второй половине этого же дня, когда солнце уже не слишком жаркое, мы открываем парники полностью. О, подросло существенно. И на сегодня у нас в плане прореживания томатов до финального количества и посадка лишних растений в проплешины, где томаты не взошли или их съела медведка. Там такие крепыши. Да. Но сначала нужно конечно полить землю и подождать пока протряхнет, то есть пропитается водой и не будет слишком грязно. Поливаем как и до этого сифонным методом, без насоса и электричества. Вода идет самотеком из бассейна. Полив всей площади грядки нам пока не нужен. Спустя примерно полтора часа почва готова, влажная, рыхлая и без грязи. Слишком не липнет крыхлилка. Так, раз, два, три, четыре. Вот тут лунки одной не хватает. Тут где-то что-то кто-то загрыз. Здесь тоже одной луночки. Явно вот тут съедено тоже что-то. Итак, в основном будем прорывать. Ну и есть места где надо подсадить. Вот там где проплешинки получились. Вот здесь вот, здесь вот. Вот из такого в пучках запас большой. Отсюда рассадим. Так, сейчас мы этот аккуратно вытянем. Именно вытянем. Все уже полито, да? Опа. Опа. Нормально. Вытянулась. Нормально. Да. И тут же рядом. В этот раз семидоли не обрываем, потому что они маленькие. Прям под семидоли вот так и посадим. Упс. Все. Готово. Сейчас со всеми так и разберемся. Так. Вытягиваем аккуратненько. Опа. Опа. И сразу на место. Тут же. Мне этот способ, Жек, больше нравится. Да. Чем вот просто рассада. Да, мне тоже. Он как-то более простой, более ленивый. Ну это удобно, когда в принципе не так много всего. Ну да. Вот если бы гектары были. Ну у нас то не гектары. То там только через рассаду. Да. Так. Отсюда вытягиваем. Сюда сажаем. Что там еще есть? Есть. Какой-то вот этот вытянем. Красивенький. Опа. Сюда сажаем. Оп. Все. Красота. И так. Далее. Так. Сейчас надо будет три штуки. Этот я аккуратно пальцами придерживаю. Этот вытягиваю. Так. Один. Что тут у нас? Вот отсюда один. Так вот палец ставлю. И тяну аккуратно. Плохо тянется. Вот этот возьму. Да. Лучше не тянуть. Который не тянется. А этот поправить. И вот здесь. Так вот пальцем раз туда. Вытянул. Все отлично. Это туда. И переходим сразу на место посадки. И эти побыстренько мутыкаем. Опа. 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 Да. Все. Красота. Один возьмем. Вот отсюда. Опа. Сюда посадим. Так. Поправим. Прижмем. Все. Так. Тут слабый какой-то. Дохлый. Рядом с ним пока можно посадить. Что-нибудь более. Здравое. Здравое. Да. Так. Поправляем. Вот. Вот. Скорее всего тот выдернется потом. Все. Так. Сюда. Сюда. Мы все с этим сортом разобрались. С этим сортом разобрались. Все равно нервно теперь. Корень видно здесь? Да. Видно что корень длиной практически как помидор. Да. Так вот. Да. Их там не сильно много пока. Ну. Понятно. Рассада небольшая собственно пока. Но. Длинный корень уже. Угу. Так. Остальное. Все лишнее продергиваем. Выдергиваем. Уже оставляем по одному. Да. На постоянном месте. Что-то вижу такое. Оно маленькое. Да. Может когда-то пригодится. И в середину все это на подсадку. На всякий случай. Вдруг там. Что-то съедено будет. Что-то пропадет. Может быть. Всегда на подсадку оставляем. Так. Сразу здесь. Ямку. А потом на компост отправиться. Скорее всего. Да. Если не пригодится. То да. Потом выкинется. Каждый год. В любом случае. Что-то выкидывается. Всегда садится запас некоторый. Это важно. Чтобы был запас. Вот так вот. Посажу их так на одну сторону. Чтобы легче было. Если что. Выдернуть. Все. Сейчас все так обработаем. Потом польем. Да. Накроем парничочек. В итоге всех этих операций. У нас получились сплошные ряды. Для нескольких сортов томатов. По одному растению. В каждом гнезде. Где изначально. Мы сеяли по несколько штук семян. Это томаты. Которые будут расти. На постоянном месте. Вплоть до начала сбора урожая. И дольше. И здесь же. На грядке. Оставлен аварийный запас. Подсадочных томатов. Нужных. На всякий случай. Если вдруг. В основных рядах. Какие-то растения. Сеят вредители. Или возникнут другие проблемы. Явные серьезные заболевания. Поломки ветром. Животными. И так далее. Большая часть томатов. При этом растут там же где и взошли. То есть. Посеяны семенами сразу на постоянное место. Это способ без рассады. Ну а отдельные растения. Которые мы сейчас вытащили из земли. И пересадили на новое место. Посажены вполне можно сказать. Обычным рассадным способом. Характерным для выращивания. Посевной. Без горшечной. Без пикировочной рассады. Конечно. Выращивать без рассады. Если есть необходимость. В парниках. И или в дополнительных укрытиях. С защитой от заморозков. На огромных площадях. Было бы не выгодно. Слишком много трудозатрат. И материалов. Для большой площади. Было бы гораздо легче. И дешевле. Вырастить растения. Через рассаду. Например. В далеком прошлом. В каждом сезоне. Мы выращивали рассаду. Массово. По 150 тысяч растений. На продажу. На трех сотках. И нашу рассаду. Покупали. И сажали. Тысячи дачников. Владельцы. Частных домов. И фермеры. Сейчас же. Огород для нас. Лишь. Приятно. Полезное хобби. И мы посадили. Для себя. Всего. Около. Сотни. Помидоров. Без использования. Рассады. Чтобы снизить. Трудозатраты. И ускорить. Созревание. Урожая. При желании. На площади. Этой же самой грядки. По нашей технологии. Массового выращивания. Можно было бы получить. 5-6 тысяч растений. Рассады. Вот такого качества. То есть. Стандартного. Торгового размера. Рассаду эту. Продать. А на этом же самом месте. Посадить. 100 растений. Рассады. Чтобы получить. Урожай. Для еды. В свежем виде. В теплый сезон. Для сушки. Консервирования. На зиму. Для всей семьи. А заодно. Получить. И огромное количество. Семян. Томатов. Разных сортов. Для продажи. Или для выращивания. Рассады. В будущих сезонах. А после сбора. Урожая. Помидоров. Можно было бы. Осенью. Собрать. Еще один. Два урожая. Редиски. Или зелени. Вроде укропа. Или лука. Это один из примеров. Наших технологий. Интенсивного земледелия. Из далекого прошлого. Так. У нас тут. Импровизированный кран. Хоба. О. И вода пошла. Да. Была под рукой лейка. Обойдемся. Значит. Без. Ковшика. Ведра и ковшика. А сейчас. Леечки. Так. Это подсадочные. 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 Ну. Их-то тоже надо, чтобы они приросли. Так. У нас опыт есть такой, что. Когда массово рассаду выращивали. Да. Бывает. Случайно упадет на тропинку. На тропинку. Наступишь на него. Потом приходишь через три дня. А он там растет. А он уже торчит. Поднялся. Да. Так. Ты еще не плюхал я? Нет. Еще не плюхал. Так. Что-то как-то с той стороны. Плохо все. Сюда. Такой. Нехитрый полив. Так. 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 Где-то выдернули мелкие. Посадили крупные. Угу. Усреднили. Ну. В любом случае дофига осталось подсадочных еще. Да. Мы так и садили с запасом. Существенно. Да. Подсадочный тут. Подсадочный. Вот пока и все. Продолжение следует. Если видео и информация понравились, полезны. Ставьте лайки. И подписывайтесь на наши каналы и на ютубе и на дзене. Чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. И напоминаем, что наши видео бесплатны. Для всех. А публикация новых видео и существование всех наших каналов из-за отключения монетизации сейчас буквально зависят от нашего голого энтузиазма и помощи зрителей. Вашей помощи. Поэтому любая ваша посильная поддержка лайками, подписками, ссылками на наши видео друзьям, а также и посильная денежная помощь нужны сейчас нашим каналам особенно. И актуальные данные для финансовой поддержки можно найти в описании под нашими видео и в описании канала. Заранее всем спасибо. Удачи и отличных урожаев. С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия? Пишите в комментариях. Поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 130 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь комментарием собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо. И напоминаем, что все наши эксперименты проводятся и технологии выращивания с рекордными урожайностями разрабатываются нами уже треть века в условиях зоны крайне рискованного и неустойчивого земледелия. Да, теперь будет экстрим купания. Не могу даже смотреть. Боже, я то знаю как это холодно. А он ушел под воду. Мне дурно, если честно, ребята. Мне дурно. Он под водой вставляет шлангу. Напоминаем, что мы выращиваем все растения в жарком климате ростовских и луганских степей. В условиях, где температура воздуха в сезон бывает и выше плюс 40, и температура выше 40, вообще в порядке вещей. И выше плюс 50 градусов Цельсия. А наша глинистая почва легко нагревается и до плюс 70 градусов. Давай по кровавым белым накроем все равно. Да, давай сразу. Да, сразу накроем давай. Ну и Коля пока ставить не будем, завтра. А, завтра откроем, польем. Откроем, польем. Да, да, логично, давай. Облегчим себе работу. Пока такие ночи холодные, поэтому... Там просто посередине положи один камень. Угу. Все, отлично.